всем привет меня зовут сергей и вы на канале не ноль как-то давно когда я начал знакомство с тиг сваркой первое что мне показали это как затачивать вольфрам ну а первым моим инструментом для заточки послужило такое обычное точило на таком точиле я достаточно долго затачивал вольфрам мне сказали что главное точи вдоль по волокнам главное не поперек но вольфрам достаточно твердый сплав и абразивные круги достаточно быстро об него вытираются особенно если затачивать под тупые углы там по 60 градусов под 45 да и вообще не очень удобно держать электрод при заточке под такие углы удобно затачивать острые углы начали еще точил очень много пыли во время заточки ну в общем такой вариант не очень веселый кто кстати применяет его в своей работе напишите в комментариях следующим способом стала болгарка на обычная болгарка с зачистным кругом но честно говоря вообще никак не зашла ее надо крепить к столу она уезжает да и вообще болгарка мне частенько нужна с отрезным кругом не зачистным менять это все на каждую заточку электрода особенно по началу когда приходилось точить электрод очень часто совсем было неудобно и плюс опять-таки большие углы тупые углы заточки совсем неудобны на этом виде точила кто точит свой вольф на болгарке напишите в комментариях очень интересно как вам этот способ затем я случайно подсмотрел вот такую тему это гриндер мне очень часто приходится применять в работе я имею очень много дело с трубами с выхлопными системами и на нем как раз обрабатываю торцы труб вывожу и корректирую плоскости ну то есть соответственно у меня всегда под руками и всегда он стоит в боевой готовности и вот на нем все это время долго и продолжительная я начал точить электроды при том угол заточки меняется очень легко и в принципе единственный такой недостаток глобальная это в том что можно разрезать полотно когда очень сильно надавишь на вольфрам но это такие сдержки производства то есть в целом я вообще горе не знал всегда точил на этом гриндере кто знает про такой способ заточки напишите в комментариях нравится он вам или нет и вообще применяете ли вы гриндер своей работе но я вам скажу что угол заточки электрода вообще собственно говоря не очень то и важен для сварки я думаю сейчас конечно да пишут очень много комментариев все эти тренеры коучи которые учат сварки и болгарки в интернете скажу вам по секрету они знают секрет двойной заточки их ученики варят лучше чем ты 99 процентах случаев в гаражном использовании в частных мастерских в таком непрофессиональном сварочном деле используется самая острая заточка где-то угол 15 градусов никто мало кто точнее точит электроды под разными уголами заточил и острым и всего варишь себе в удовольствие да конечно чем острее угол тем меньше паровар тем больше шов чем тупее угол тем меньше шов но тем больше паровар чуть не запутался это все понятно но применяется в жизни крайне редко также как еще один параметр это диаметр вольфрама конечно же на больших токах при использовании маленьких диаметрах ну там допустим на 100 на 150 амперах при использовании диаметра 1.6 2.4 угол заточки не играет никакой роли вообще то есть вот абсолютно на таком токе на такой на таких маленьких по диаметру электродов неважно какой угол заточки главное чтобы какой-то угол был вот и все да конечно на большой по диаметра электродах на больших токах там уже важно соответственно на маленьких токах на толстых электродах тоже очень важен угол заточки все остальное можно сварить проварить вполне качество и надежно под любым углом заточки и все эти извращения которые наполнен весь интернет про угол заточки то что вы будете заточив электрод варить лучше или хуже мне кажется это большой абсурд как вы считаете влияет ли угол заточки на качество вашей сварки. напишите в комментариях. но каким бы методом заточки вольфрама мы не пользовались, в любом случае удобно использовать какое-то механическое приспособление типа шуруповёрта для того чтобы однородно однородно и ровно то есть шуруповёрт позволяет во-первых не держать горячий вольфрам в руках даже если вы держать в перчатках все равно это неудобно во вторых его постоянное вращение позволяет заточить электрод очень ровно и качественно конечно же есть профессиональные приспособления для затачивания вольфрама но они как обычно все профессиональное очень дорогие и всячески отбивает желание весь комфорт его использования его цена я уже рассказывал про полезные приспособления от миши с 3d тик про заглушки про всякие инструменты для резки труб и сегодня как раз у меня одна приспособа который сделал именно он это вот такая вот точилка для электродов как только появилась эта точилка в продаже многие каналы сделали на нее обзоры но честно говоря я тоже ее взял на тест в свое время это было уже наверное месяца три назад но честно говоря я не мог выложить никакого мнения о ней не набравшись реального опыта положительного и отрицательного желательно слабать конечно было ее в общем только сейчас я делаю о ней какой-то рассказ потому что реально начал с ней работать вот каждый день каждый электрод я теперь точу на ней почему сейчас расскажу корпус этого устройства сделан методом 3d печати то есть это пластик полностью весь каждая часть этого корпуса может быть восстановлена но честно говоря при падении он не пару раз падал ничего пока не сломалось корпус состоит из двух частей это вот основание в котором мотор и вот такая поворотная голова в которой отверстия разного диаметра под разные углы которые написаны вот здесь сверху на этом смотровом окне смотровое окно закреплено сейчас я его открутил специально один что можно было посмотреть внутренности внутри находится алмазный диск точнее правильно сказать там два диска внутри они стоят друг на друге и соответственно у нас есть возможность четыре раза поменять плоскости этот диск продается на алиэкспресс стоит там три копейки ну в общем то у Михаила на сайте он тоже есть в наличии все отверстия подобраны по дугу и по диаметру электрода диаметры выбраны самые ходовые 1.6 2.4 и 3.2 также есть несколько окон без направляющих для того чтобы можно было очистить электрод от шлаков если не дай бог ткнулся куда-нибудь в сварку это и тогда электрод не проходит в номинальное отверстие по износу алмазного диска вот этот диск я еще ни разу не переворачивал использую я его уже несколько месяцев на месяца три и в основном конечно я применяю электрод 2.4 и точу его под угол 15 градусов вот тут образовалась своеобразная дорожка на месте где как контактирует электрод с алмазным диском но он вполне прекрасно затачивает электрод до сих пор и я думаю еще не скоро придется перевернуть его первый раз на другую сторону а вообще таких возможностей у нас четыре мотор не установлен какой-то совковый не знаю от чего но Михаил говорит что их много в наличии если вдруг выйдет из строя то он всегда найдет ему замену точилка стоит на четырех ножках в них магниты и ко всем металлическим поверхностям он очень хорошо примагничивается то есть стоит устойчиво и не шатается ну кнопка включения включить выключить и соответственно шнур питания то есть минимализм в действии все что надо в ней есть еще одним недостатком или может быть достоинством этого аппарата является очень быстрая скорость вращения этих алмазных дисков и соответственно без выработки определенного навыка можно очень быстро уничтожить электрод прямо в этой точилке то есть вот как в шредере его пустить в пыль пыль на самом деле от него практически не летит она вся скапливается вот в этом резервуаре верхнем поэтому в целом конечно бы хотелось какой-то регулятор оборотов не знаю даст это возможность как-то более контролировать процесс заточки или нет но вот у меня возникло такое впечатление что нужен регулятор оборотов потому что сейчас она раскручивается там до бешеных оборотов и надо уметь ей совладать ну как я и говорил важно это накопить какой-то положительный отрицательный опыт и вот первое мой и вот текущий опыт мой эксплуатации этой точилке показал что например расслабились болты которые поворачивают фиксируют вот поворот вот этой головы и с отверстиями я попытался к ним до добраться хотел открутить диски но у меня это не очень успешно удалось потому что болты под шестиграники с этими дурацкими тораксами откручивается не очень удобно то есть вопрос такой ну как бы к Михаилу наверно исправит а так в целом это единственный недостаток вот пока по конструкции корпуса который мне показался за весь период эксплуатации ну кстати я уточнил Михаилу по поводу этой проблемы и он сказал что у меня самая старая версия корпуса и в современной в текущей версии все эти проблемы устранены так что вообще замечательно электрод по направляющей входит достаточно плотно но условно плотно у него все-таки есть небольшой люфт который позволяет немножко корректировать угол уже вручную то есть если вставить его и придавить к верхней границе то будет те номинальные 15 градусов которые я поставил 15 градусов на соответственно другом уголе вот 30 градусный угол изменяется угол и туда входит уже электрод диск вращается очень быстро при норовиться к заточке получится не сразу то есть надо все-таки к этой привыкнуть то есть он настолько быстро стачивает поверхность что крутить руками конечно же не очень удобно получается зазубренной но тут приходит на помощь тут самый шуруповерт и весь процесс происходит ровно так же как и на остальных методах заточки с помощью шуруповерта все равномерно вращается и затачивается честно говоря почти весь первый месяц владения этой тачилкой она мне лежала вот где-то с краю ну не поднималась у меня рука я вот гриндер стоит он заряжен я побежал затачил электрод побежал дальше варить все как-то приноровиться это на туда это все как-то но это весь процесс в общем занимает место но потом я постепенно постепенно распробовал и в общем то теперь у меня процесс заточки занимает три секунды даже ну как бы это если это не ответственная сварка если там особо этом доскональность в угле не нужна то я просто сунул повернул и вытащил и все этого хватает для бытовой сварки для каких-то прихваток вообще за глаза а прихватки отнимают наверное большую часть электродов его его длины да потому что во время присадок во время прихваток больше всего вляпываюсь но по крайней мере я не знаю как вы напишите в комментариях в каком процессе вы вляпываете больше всего но я вот именно так ну конечно очень важный достоинством этого аппарата является его цена стоит он что-то порядка 15 тысяч рублей зайдите на сайт с 3d тик посмотрите приобретите я вполне советую для гаражной сварки для бытовой сварки в частной мастерской это отличная точилка по своим параметрам ни капельки не уступающая каких-то там профессиональным средством заточки вольфрама ну какая бы низкая цена на все это не было всегда приятно когда дают скидку михаил любезно согласился моим подписчикам дать скидку по промокоду от него или него укажите при покупке товара что вы от меня и получите скидку она зависит от разных категорий товар так что переходить в магазин и заказывайте полезные вещи для тик сварки и не только но конечно тем кто начинает только знакомиться с тик сваркой я бы советовал начать с тех способов которые я указал в начале видео потому что в полевых условиях когда нет никакой специально специального приспособления для заточки пользоваться приходится всеми подручными методами и лучше их знать и уметь делать качественно тогда это позволит даже в любых условиях сделать качественный и хороший шов на этом это все подписывайтесь на канал ставьте лайки и дизлайки не забывайте про мой канал нео фак на котором я размещаю видео ответы на ваши комментарии пишите комментарии всем удачи всем пока всем пока